Добрый день! Меня зовут Усипова Любовь. Мне 65 лет. Я живу на даче в Подмосковье и занимаюсь различными скульптурными работами. В данный момент я строю беседку у себя на даче. По мелочи делаю различные цементные горшочки, всякие шары бетонные и прочее. Мусорные бочки себе для дома. Но иногда делаю в подарок кому-то какие-то изделия. Я сделала такой стол. Имитация древесины. Вот нужно теперь навесить петли сюда. Скобяные изделия. И естественно замок я решила повесить. Вот я сделала выкройку из картонки. Ее обвела. Вот такой навес. И так же на все 4 петельки. Теперь наношу слой цемента с плиточным клеем. Он мне подсохнет. И на следующий день я по этой выкройке уже вырежу нужную петлю. И вот это замок. Это черновая. Подсох он немножко. У меня этот цементный слой. И я его вырезаю. Очень хорошо режется. А на угол стола я решила положить рыбу в виде карася. Вот на следующий день я теперь ее и рисунок делаю чешую при помощи зубочистки. Вот по краску приходится брать красители и самому колеровать. Ну хотя я считаю, что надо все-таки найти краски и покупать готовые. Очень сложно заколеровать ее на белой краске. Только лаком осталось покрыть. Вот такую древесину я делала. Я красила все кисточкой. Краску делала сама. На основе фасадной краски белой добавляла колоранты. Вот они тут у меня. Фактуру дерева делала разную. Вот здесь она мне сначала не понравилась, но при раскраске она лучше выглядит, чем вот эта. Такие деревья буду лаком покрывать завтра. А это камин. Ну и печка рядом. Камин я сделала в виде такого дуба застаренного. Тоже делала вот такую отделку разную. Где-то зелененьким немножко, где-то розовеньким. Это я уже поверху светлой краской. Я скажу вам, что телефон не очень-то передает цвет. Не точно передает цвет. Вот такая древесина. Сначала темный цвет, сверху отделка. Я строю беседку на своем дачном участке. Вот хочу вам показать свою работу. Беседка у меня состоит из 11 деревьев, подпирающих вот такую зеленую крышу. Крышу нам помогали делать. Я сама не смогла ее сделать. Вот я изготовила, значит, 11 деревьев. Это столбы внутри металлические, подпорные, которые поддерживают крышу. Мы сделали имитацию, как будто бы это ветки деревьев поддерживают крышу. Вот внутри какая у нас крыша. Две балочки у нас здесь положены. Я тоже их задекорировала в виде деревьев. На них освещение крепится. Вот деревья. Они у меня уже закончены. Вся работа моя уже закончена, но я думаю, процентов на 95. Осталось кое-какие дела у меня. Ну, по покраске кое-что я буду еще немножко исправлять. Может быть, чуть-чуть поменяю цвет. Так, вот это у меня стол. Стоит здесь стол. Он тоже сделан из бетона. Вот, ну, как бы под дерево. Он еще не закончен. Еще вот скобяные изделия, замок. И ключик, это еще пока что в процессе. Но если будут еще теплые денечки, то я, может быть, их и сделаю. Так, а деревья я, ну, думаю, что они у меня готовы. Деревья я покрою все-таки лаком, потому что они у нас иногда подпадают под дождь. Поэтому нужно их, как бы, защитить. Вот, Володя плюс Люба. Какой-то мерзавец здесь выковырял на таком красивом дубе. Ну, вот мой камин и печка. Ну, печку я еще буду немножко с цветом работать. Еще пока не знаю, какой у меня окончательный цвет будет. Вот, вот эту печь и камин я сложила из кирпича, ну, лет 10-12, может быть, даже назад. Это действующая печь. Мы на ней вот грибы отвариваем и варенье варим. А в камине здесь у нас стоит металлический такой, ну, такая штучка, я даже не знаю, мангал. И на нем тоже мы все это делаем. Все, а внизу это дровишки туда сложим. Вот, я сделала это в виде дуба. У этой печки и у камина у каждого отдельный дымоход. Вот, я знаю, что в камине должен быть дымоход прямой, чтобы она не дымила, чтобы камин не дымил. А вот эта труба, она входит уже из печки, она входит в дымоход камина. Все это действующее, все это работающее. Ну, я ее, когда делала, я книжек почитала, книжки всякие почитала. И мама мне кое-что подсказывала. Я помню, как папа у меня клал галанку, а мне было лет 12, может быть. Я слышала, что должна быть тяга там какая-то. Так, а это мои деревья. Я тут пыталась разными красками изобразить, что мох на них растет. Ковочку я еще пока не делала. Серебром буду делать ковку. Вот, это мои деревья. Ну, я их старалась делать в натуральном виде, изогнутыми. Ну, там стоят хорошие столбы крепкие. Я сама их там наваривала. Ну, чтобы бетон хорошо держался, мне муж помогал тоже. Мы закладывали туда в виде пенопласта, пеностерола. Какой-то упаковочный материал мы укладывали. И сеткой обматывали мелкой. И потом уже бетоном в два слоя. Ну, здесь у нас сделана лавочка. Лавочка капитальная. Там лежит две таких мощных трубы. Вот, эту лавку я по нему сняла. По этой лавочке в фильме есть отдельный, как мы ее делали. Как мы делали броширование. Вот, на костре вы выжаривали эти дощечки. И я их немножко затонировала пенотексом под красное дерево. Но думаю, что надо лаком покрыть несколько раз. Вот такие пеньки. Вот. А пол я укладывала в прошлом году. У нас была очень теплая осень в ноябре месяце. И я по интернету заказала камень вот такой галтованный, 5 сантиметров толщиной. Очень качественный, хороший, мне понравился. Я его за недельку уложила на песок. На песок уложила. Хорошо он у нас тут лежит. Ничего, влага не собирается. А то здесь у нас была яма. Мои работы временно приостановились. Из-за того, что у нас в лесу пошли грибочки, опята. Я это все бросила свою работу. Помчалась в лес. Поэтому я отвлеклась и не успела сделать до конца вот эту работу. Если будут еще теплые деньки, я, конечно, постараюсь сделать. Так, ну вот еще подробно вам показываю скобяные изделия. Замок. Я посмотрю, как Володя там делал свой замок. Как он его разукрашивал. Ну, рыбу будет золотой карп, я думаю. Золотистый карп. Вот такая моя работа. У печки две конфорки. Ну, она у нас тут уже лопнула от интенсивного использования. Но ничего действующего. Вот ковочку мы еще сделаем. Вот такая работа у меня на сегодняшний день. А вот эта вот змея, которая тут у меня протянулась, это автопортрет. В нем заложено четыре провода электрических в гофре. Замаскировано. Она охраняет здесь все свои владения. Вот такая печка получилась. Горит. Все хорошо. Теперь вот здесь вот это все обгорит. Насколько можно обгорит. Пока не горячая. Нет, уже тепленькая, уже тепленькая. Вот вы увидели великолепный фильм. Мастера, который на своей даче в Подмосковье в 65 лет творит такие чудеса, которые не под силу еще и 20-летним. Представляете, какой запас силы, энергии, молодости сохранила мастерица, если можно так сказать, в 65 лет. Вот смотрите, вот здесь по этим снимкам, фотографиям видно, как обшивалось, будем, каркас делался на печку и потом сетка обтягивалась. Видно вот эти технологии, они обычные, понятные. И вот смотрите, печка, там немножко воздушная прослойка есть, просто с арбитона сделана. Никто не заморачивается, что она там разорвет ее или не разорвет. То есть вот такие великолепные работы. То есть это есть на что посмотреть. Но это я не удержался, кинул немножко своих эскизов. Ну как для, ну этот фильм, что может что-то интересное вы себе увидите. А вот смотрите, какой вот эскиз беседки, правда он из двух частей состоит. Ну и вообще оригинальная беседка, я еще ее не делал, но такую подкинул. У них такие эскизы сказочные. Русалка, он с хвостом, с котиком сидят. И мужик, который там, костер в нем горит. То есть он сам горит. Вот вообще такие вот скалы, гроты, можно что-то замутить. Было бы желание, и желание жить и творить. Вот смотрите, то есть есть идей много. Это вообще какой-то ресторан. Я попал под руку, я вам кинул. Ну в смысле вообще нестандартный подход. Ну в конце еще будет небольшая беседка. Еще одна работа этого мастера. Это мусорный контейнер. Пенек с грибами называется. Видео у меня тоже там есть. Здесь у нас вот такой вот мусорный. Мусорный контейнер. Вот грибочки опята. Все с натуры. А это сам мастер вышел нам сказать до скорого свидания. Надеемся, что мы еще увидим много работ этого выдающего мастера. И смотрите, сколько оптимизма и желания работать. Спасибо.